сегодня 24 марта 2023 года я нахожусь очень далеко от от того места где последний раз читал вот эти слова которые собираюсь прочесть на прошлой неделе уже был такой случай я читал про возьми постель у свою и ходи вот и это евангелие от иоанна я планирую прочесть его и евангелие от никодима в течение ближайших дней и но хочу понять что-то новое по видимо в этом тексте который в свое время был вот прям зазубрин а тут вот давно не встречался мне на пути глава 1 в начале было слово и слова было у бога и слова было бог оно было в начале у бога все через него начало быть и без него ничто не начало быть что начало быть в нем была жизнь и жизнь была свет человеков и свет во тьме светит и тьма не объял его был человек посланный от бога имя ему и он он пришел для свидетельства чтобы свидетельствовать о свете дабы все уверовали в него ну вот я думаю что не стоит вот прям вот куда-то спешить здесь очень важные вещи написано о том что жизнь началась в боге в источнике жизни в нем была жизнь вот и эта жизнь была свет для человеков и этот свет во тьме светит и тьма не объял его то есть несмотря на то что жизнь это вот что-то совершенно исключительно а это вот представляете бесконечная тьма этого мира и вот в каком-то месте возникла жизнь и это вот крошечная совершенно жизнь которая с тех пор как была начата она нисколько не увеличилась на самом деле этот космос бесконечно велик и тьма это просто миллионы лет тьмы и вот какие-то небольшие небольшой какой-то вспышка света и в этой вспышке как раз живут люди и мне кажется не стоит об этом забывать что ну да что это невероятная вот привилегия находиться в жизни в сравнении со всем остальным вот космосом вот что какие бы ситуации не проживал человек вот это вот желание которое тоже в нем есть потому что он создан из материи желание вот это вот при соединиться какой-то черной материи к белому свету это желание вполне так обусловлено но но это что такое вместо того чтобы участвовать в каком-то большом празднике какой-то крутой игре вот увеличивать количество тьмы который и так навалом ну то есть и вот был человек послан от бога имя ему иван он пришел для свидетельства чтобы свидетельствовать о свете дабы все уверовали через него он не был свет но был послан чтобы свидетельствовать о свете был свет истинный которая просвещает всякого человека приходящего в мир в мире был и мир через него начал быть и мир его не познал пришел к своим и свои его не приняли а тем которые приняли его верующим во имя его дал власть быть чадами божьими которые не от крови не от хотения плоти не от хотения мужа но от бога родились и слово стало плотью обитала с нами полная благодать истины и мы видели славу его славу как единородного от отца и он свидетельствует о нем и восклицая говорит все и был тот о котором я сказал что идущий за мною стал впереди меня потому что был прежде меня и от полноты его все мы приняли и благодать на благодать ибо закон дан через моисея благодать же истина произошли через иисуса бога не видел никто никогда единородный сын сущий внедре отчим он явил и вот свидетельство иоанна когда иудеи прислали из иерусалима священников и левитов спросить кто он объявил и не отрекся и объявил что я не христос и спросили его что же ты или я он сказал нет пророк он отвечал нет сказали ему кто же ты чтобы нам дать ответ пославшим нас что ты скажешь о себе самом он сказал я глаз вопиющего в пустыне исправьте путь господу как сказал пророк исайя в общем вот тут они пришли к нему мне кажется это они пришли к нему как некие журналисты к такой вот звезде которая вдруг начинает как-то вот себя проявлять в городе и нужно каким-то образом его объяснить вот что это вот такое и написать об этом не говоря тому что нам о тебе написать какую сделать вот так какой сделать теглайн какой вот заголовок нам написать он говорит представляете вот это вот оформление в стиле желтой прессы я глаз в бьющего в пустыне исправьте путь господу как сказал пророк исайя а посланные были из фарисеев и они спросили уж тоже ты крестишь если ты не христос не ли я не пророк и он сказал им в ответ я крещу в воде но стоит среди вас некто которого вы не знаете он-то идущий за мною но который стал впереди меня я не достоин развязать ремень обуви его это происходило ви фавари при иордане где крестил иоанн на другой день видит иоанн идущего к нему иисуса и говорит вот агнец божий который берет на себя грех мира все есть тот о котором я сказал за мной идет муж который стал впереди меня потому что он был прежде меня я не знал его но для того пришел крестить воде чтобы он явлен был израилю и свидетельствовал иоанн говоря я видел дух исходящего с неба как голубя и пребывающего на нем я не знал его но пославший меня крестить воде сказал мне на кого увидишь дух исходящего и пребывающего на нем тот есть крестящий духом святым я видел и засвидетельствовал что сей сын божий иоанн и христос были двоюродными братьями естественно они встречались и вот иоанн по-видимому был первым человеком которому проповедовал иисус ну то есть нельзя же просто так вот мне исполнилось 30 лет теперь я буду проповедовать и говорить свои слова конечно иисуса до этого проявлял ну и в 14 лет и вообще и позднее время он проявлял свои какие-то свои дары слова среди домочадцев по-видимому вот и иоанн тоже был ну между прочим непрост то есть у него тоже были какие-то собственные толкования о том что должно произойти они все ждали что что-то изменится потому что политическая вот это вот у них была напряженность очень сильная они постоянно находились под гнетом им хотелось тех ну хотелось вот своих законов наверно большинству римляне представляли для них какую-то рациональную угрозу вот поэтому вот эти все ожидания бога это были ожидания какого-то вот но нового властителя конечно президента вот который должен был прийти какой-то очень мудрый человек вот и иван начал крестить воде вот он нашел какой-то вот символический акт о том что ну люди были отягощены с законом наверное еврейским ну и чтобы как-то их это отвлечь от этой бесконечной вины он вот решил наверное их умывать воде ну вот я вот это вот мои какие-то домыслы исходя вот из всего текста который я получил но и знание которые я знаю этот текст он но с одной стороны довольно четкий то есть если сравнить его вот со главами оди парва конечно здесь более выстроенное повествование но все равно она очень фрагментарно потому что но если писать обо всем подробно всему миру не вы не вместить пишем их книг вот все таки как оформить все это именно ну вот для своего сознания которым я являюсь сейчас как все это оформить в какую-то фабулу вот я вот но буду останавливаться и думать о в этом как бы все это оформить видео ну какого-то реалистичного повествовательного фильма на другой день опять стоял иоанн и двое из учеников его и увидев идущего иисус сказал вот агнец божий услышав от него сие слова оба ученика пошли за иисусом иисус же обратившись и увидев их идущих говорит им что вам надобно они сказали ему рави что значит учитель где живешь говорит им пойдите и увидите они пошли увидели где он живет и пробыли у него день тот было около десятого часа один из двух слышавших от иоанна оба иисусе и последовавших за ним был андрей брат симона петра он первый находит брата свой симона и говорит ему мы нашли мессию что значит христос и привел его к иисусу иисус же взглянув на него сказал ты симон сын ионин ты наречешься кифа что значит камень петр на другой день иисус восхотел идти в галилею находит филиппа говорит ему иди за мною филипп же было звезд с айдой из одного города с андреем и петром но такие же деревни как здесь вот типа вот 45 минут на байке это уже в другой деревне филипп находит на фанайла и говорит ему мы нашли того которым писали моисей в законе и пророки иисуса сына иосифова из назарета но на фанайл сказал ему из назарета может ли быть что-то доброе филипп говорит ему пойди и посмотри иисус увидев идущего к нему на фанайла говорит о нем вот подлинный израильтин в котором нет лукавства на фанайл говорит ему почему ты знаешь меня иисус сказал ему в ответ прежде нежели позвал тебя филипп когда ты был под смоковницей я видел тебя на фанайл отвечал муравьи ты сын божий ты царь израилев иисус сказал ему в ответ ты видишь потому что я тебе сказал я видел тебя под смоковницей увидишь больше всего и говорит ему истинно истинно говорим отныне будьте видеть небо отверстным и ангелом и ангелов божиих восходящих и нисходящих к сыну к человеческому глава 2 на третий день был брак в кане галилейской и матери иисуса болота был также званы иисус и ученики его на брак и как не доставала вина то матери иисуса говорит ему вина нет них иисус говорит ей что мне и тебе жена еще не пришел час мой матерь его сказала служителям что скажет он вам то сделайте было же тут шесть каменных водоносов стоявших по обучу очищения иудейского вмещавшись вмещавших по две или по три меры иисус говорит им наполнить сосуды водой наполнили их до верха и говорит им теперь почерпните несите к распорядителю пира и понесли даже распорядитель отведал воды сделавшиеся вином он не знал откуда это вино знали только служители почерпавшие воду тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему всякий человек подает сперва хорошее вино когда напьются тогда худшее ты хорошее вино сберег доселе так положил иисус начало чудесам в кане галилейской явил силу свою и уверовали в него ученики его после сего пришел в капернаум сам и матерь его и братья его и ученики его и там пробыли несколько дней приближалась пасха иудейская иисус прибыл в иерусалим и нашел что в храме продавали валов овец и голубей и сидели минувщики денег и сделав бич из веревок выгнал из храма всех также и овец и валов и деньги у минувщиков рассыпал и стал их опрокинул и сказал продающим голубей возьмите это отсюда и дома отца моего не делайте дом на торговле при всем ученики его вспомнили что написано ревность по доме твоем снедает меня на это иудеи сказали каким знаменем докажешь ты нам что имеешь власть так поступать иисус сказал им в ответ разрушите храм сей и я в три дня воздвигну его на это сказали иудеи всем храм сей храм строился 46 лет и ты в три дня воздвигнешь его а он говорил о храме тело своего когда же он воскрес из мертвых то ученики его вспомнили что он говорил это и поверили писанию слову которое сказал иисус и когда он был в юрусалиме на празднике пасхи то многие видят чудеса которые он творил уверовали во имя его но сам иисус не верял себе им потому что знал всех и не имел нужды чтобы засвидеть чтобы кто засвидетельствовал о человеке ибо сам знал что в человеке глава 3 между фарисеями был некто именем никодим один из начальников иудейских он пришел к иисусу ночью и сказал ему рави мы знаем что ты учитель пришедший от бога ибо таких чудес какие ты творишь никто не может творить если не будет с ним бог иисус сказал им в ответ истинно истинно говорю тебе если кто не родится свыше не может увидеть царствие божие никодим говорит ему как может человек родиться будучи стар неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей родиться иисус отвечал истинно истинно говорю тебя если кто не родится от воды и духа не может войти в царствие божие рожденный от плоти есть плоть а рожденный от духа есть дух не удивляйся потому что я сказал тому что я сказал тебе должно вам родиться свыше дух дышит где хочет и голос его слышишь а не знаешь откуда приходит и куда уходит так бывает со всяким рожденным от духа никодим сказал ему в ответ как это может быть иисус отвечал и сказал ему ты учитель израилев и этого ли не знаешь истинно истинно говорю тебе мы говорим о том что знаем и свидетельствуем о том что видели а вы свидетельство нашего не принимаете если я сказал им о земном и вы не верите как поверите если буду говорить вам о небесном никто не восходил на небо как только сшедший с небес сын человеческий сущий на небесах и как моисей вознес змею в пустыне так должно вознесено быть сыну человеческому дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную ибо не послал бог сына своего мир чтобы судить мир но чтобы мир спасен был через него верующий в него не судится они верующий уже осужден потому что не уверовал во имя единородного сына божья суд же состоит в том чтобы свет пришел в мир но люди более возлюбили тьму нежели свет потому что дела и были злые ибо всякий делающий злое ненавидят свет и не идет к свету чтобы не обличились дела его потому что они злые а поступающий по правде идет к свету дабы явлены дабы явны были дела его потому что они в боге соделаны после сего пришел иисус с учениками своими в иудею в землю иудейскую и там жил с ними и крестил а иоанн также крестил в яноне близ салима потому что там было много воды и приходили туда и крестились ибо иоанн еще не был заключен в темницу тогда у иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении и и пришли к иоанну и сказали ему рови тот который был с тобою при вардане о котором ты свидетельствовал вот он крестит и все идут к нему и он сказал в ответ не может человек ничего принимать на себя если не будет дано ему с неба вы сами мне свидетельствовали в том что я сказал не я христос но я послан пред ним имеющий невесту есть жених а друг жениха стоящий внимающий ему радостью радуется слышу голос жениха сия то радость моя исполнилась ему должно расти о мне умаляться приходящее свыше есть выше всех а сущий от земли земной и есть и говорит как сущий от земли приходящий с небес есть выше всех и что он видел и слышал о том свидетельствует и никто не принимает свидетельство его Принявший его свидетельство, Сим запечатлел, что Бог истинен, ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божьи, ибо не меру и дает Бог Духа. Отец любит Сына и все отдал в руки Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Я просто хочу поразмышлять немного о том, насколько вот именно здесь, сейчас вот этого мира был зациклен на слове, на произнесенном и записанном, ну, наверное, записанном, не столько на записанном, сколько вот на произнесенном слове. Они вот жили, чтобы, видимо, выстраивать свои вот эти умозаключения, выявлять свои умозаключения в словах. И для них было очень важно вот в том числе познать вот эту какую-то супер-истину, то есть умозрение — это каждый раз размышление о том, чего мы не видим, вот. И нет ничего настолько умозрительного, как размышлять о том, что мы никогда не увидим, вот. И Христос вот очень так размышлял об этом очень, ну, по-новому. Вот тот, кто в курсе, кто в теме вот этих всех размышлений, вдруг такой, вау, это вообще вот, ну, прямо это что-то. Ну, и кроме того, чтобы принять вот это вот новое совершенно свидетельство, новое умозрение, Христос еще обладал сверхъестественными способностями. И дома верно он постоянно творил вот эти алхимические превращения какие-то всяких там глиняных игрушек в живых птичек. И его мать об этом знала. И вот она вот еще, видимо, хотела, чтобы он был тоже прославлен, чтобы его вот эти чудеса, его умения не оставались где-то дома, и чтобы он там вот занимался плотничеством. А вот они пришли на свадьбу. И она, с одной стороны, ну, пожалела жениха и невесту, что это все-таки, ну, а что, что за веселье теперь у нас, и у нас кончилось угощение. Это же как-то обидно. А это свадьба у людей. Я надеюсь, что они не развелись, эти люди. Потому что, ну, их свадьба все-таки такая прям чудесная была. Я не знаю. Они наверняка общие предки для многих людей. Ну, то есть, вот эти вот, наверняка есть еще какие-то дополнительные свидетельства о тех, кто там, да когда женился, и как они вообще после этого тоже, может быть, были сильно большими верующими в Христа. Но мне кажется, что они дали большое большое поколение, как и многие тогда, но может быть, какое-то особенно большое, которое было общим, ну, то есть, они были общими предками для очень многих людей, по-видимому, в связи с вот этим благословением, которое они получили на свадьбе. вот, и это меня очень трогать в последнее время. Именно вот эта возможность быть каким-то общим предком для многих людей, генетическим предком. я, конечно, сею какие-то слова, и у меня тоже есть свои 7 тысяч просмотров по, и суммарные, наверное, у всех вот этих моих разговоров, которые я веду сегодня. но в последнее время меня очень трогают темы женитьбы и оставление потомства. вот, так что, я уж даже не знаю, есть ли у меня там память. по-видимому, не такая была, должна быть, картинка человека, который читает Евангелие, такая бесконечно светлая, вот, все, что оставляет след на сенсоре, все, что оставляет след, это свет. вот, и в принципе, это все, о чем я бы мог рассказать о том, что вот любая память, которая имеет место, это память о свете, даже если там было каким-то образом тяжело, то, и вот нужно, да, всем, кто сейчас находится в каких-то, в какой-то перегрузке, я бы хотел сказать, что, ну, и самому себе, мне вдруг вот это, слово очень понравилось, есть вот этот фильм «Отраки во вселенной», «Отраки во вселенной», они там совершили суперускорение, потому что там был какой-то хулиган, который вот устроил для них суперускорение, и там был вот этот красивый мальчик, который такой, «Отраки во вселенной», который вот играет, вот это вот, как ему тяжело вот это вот в перегрузках дотянуться до рычага, и вот «Отановить этот рычаг», вот это оно. Но если вы в данный момент испытываете вот такое «Ух, мне кого-то избили», может быть, вас действительно избили, может быть, ваша душа и тело прям очень страдают сейчас, ну, вот это означает, что ваш ракет просто сейчас на суперскорости куда-то летит. И, ну, это круто. Это гораздо лучше, чем когда вам хорошо, и пролетают какие-то незаметные дни. Я лечу туда, где мои мечты исполнятся. Я лечу туда, где будут мои истории явлены. И это вот происходит сейчас. И я, ну, мне кажется, что я должен именно что-то как-то действовать, но я действую. Вчера я написал вторую главу головастого башковитого кота. мне сначала, ну, это прямо вот было настоящее сочинительство, потому что я не знал, что там случится. И в конце концов все это вроде бы сложилось в какую-то общую картину, но когда я вечером сверял все это, я как бы не понимаю, хорошо это или плохо пока что. мне нужна третья часть наверняка. Я бы очень хотел, чтобы у этой истории было еще несколько частей. Я не знаю, о чем будет следующая часть сейчас. Может быть, я должен ее выдумать, но я не знаю. мне для этого хочется встретиться с прототипом. вот, наконец-то я сумел вот этим пользоваться и сделал картинку. Здесь есть какая-то кнопка ISP, наверное, назначать дисплей. вот, наконец-то я вывел картинку на полный экран. Это большое для меня. для меня. Продолжение следует...